Здравствуйте, друзья! Совсем скоро наступит главный христианский праздник в году, это День Светлой Пасхи. У нас еще есть время подготовиться. Традиционный символ праздничного стола это что? Творожная Пасха, крашеные яйца, ну и, конечно же, главное угощение – это кулич. И сегодня у меня не обычный выпуск, не видео-рецепт, а видео-обзор готовых смесей для кулича. Итак, у меня здесь 4 разные смеси, 4 разных брендов, разной ценовой категории. Итак, начнем с этой. Первая – Эспудов, обошлась мне в 140 рублей. Вторая – Бейкервиль, обошлась мне в 92 рубля. Смесь Престон обошлась мне в 87 рублей. И печем дома – 59 рублей. Так, сразу хочу сказать, это не реклама, это честный обзор. Все попробуем, все разрежем, все покажем, все как есть на самом деле. Если у вас еще есть время и вы хотите сами испечь кулич, наверху в правом углу подсказочка, как можно самим испечь в густейший, нежнейший и несложный рецепт кулича. Ну что ж, начнем. Что общее у этих всех смесей? Как выяснилось, это мука и сахар. Я лично считала, что готовая смесь – это залил водой и размешалось, все готово. А нет. Друзья, оказывается, сколько чего-то еще, много чего нужно. Так, этот производитель утверждает, что нужно только масло сливочное и вода. Масло сливочное, ну это понятно, но везде будет нужно, потому что как его туда запихать. Состав меня не смущает, состав хороший, добавлен, значит, яичный порошок, добавлено молоко сухое, есть ванильный ароматизатор, но нет никаких добавок, нету изюма, нету цукатов. Следующий производитель – Филип Бейкер, очень красивая упаковочка, яркая. Но производитель утверждает, что здесь нужно будет вам молоко, надо будет 2 яйца, надо будет сливочное масло и еще даже дополнительно сахар. Но, видимо, компенсирует это тем, что здесь есть изюм и цукаты. Ну, повозиться придется. Ну, еще сколько там изюмов и цукатов, это мы еще проверим потом в процессе приготовления. Следующий производитель – Престон. Кстати, самая маленькая пачечка – 300 грамм. Здесь 500, здесь 400, здесь 300. Здесь вам тоже нужно будет 2 яйца, молоко, сливочное масло и еще на минуточку дрожжи, то есть они даже дрожжи не добавили. Состав – это мука, сахар, немного изюма и эмульгатор. Эмульгатор Е471. Ну, насколько я знаю, этот эмульгатор, эта добавка никакого вреда организму не несет. Она, скорее всего, здесь добавлена для улучшения внешнего вида изделия и для смешивания компонентов, которые плохо смешиваются. Вот так. Очень смело, кстати, ну, это мое мнение, что очень смело названа смесь для кулича, даже без дрожжей, мука и сахар. Ну, из этого можно испечь что угодно, на самом деле. И последний производитель – Печем Дома. Состав очень схож с составом первого образца. Тоже добавить только воду и сливочное масло. Состав очень неплохой, никаких ешек и даже добавлен изюм. Подготовим все ингредиенты для приготовления этих всех куличей для наглядности. Ну, вот так все очень хорошо видно. Так, ну, если с первым и четвертым все понятно, масло и вода, то эти два для меня, конечно, это открытие. Добавьте это, пятое-десятое, замесите то, потом добавьте нашу готовую смесь. Ну, какая-то, знаете, каши из топора. Не будем ходить вокруг да около, начинаю замешивать тесто. Тесто готово. Что можно сказать на этом этапе? С пудов. Тесто получилось довольно гладкое, плотное, прям такой шарик. Очень даже хорошо мне понравилось. Бейкервиль. Бейкервиль. Тесто получилось довольно жидкое, но мне понравилось, что много изюма и есть цукаты. То есть все производитель, как указал, не обманул. Престон. Престон тесто получилось и не жидкое, как у Бейкервиль, но не такое густое, как у стоп-эспудов. Липнет к рукам. Изюм есть. Ну, не так много, как здесь, но он есть. И последнее тесто печем дома. Получилось самое жидкое. Изюм есть, но тоже не так много Посмотрим, как будет подходить Все дело по инструкции Теперь надо накрыть пленочкой И убрать в теплое место, чтобы тесто подходило Максимальное по всему это 3 часа Ну, здесь 2,5, здесь 2, здесь 2,5, здесь 3 Ну, возьмем 3 часа И все в пленке Прошло 3 часа, давайте посмотрим, как поднялось тесто у всех образцов Снимаем пленочки Тесто поднялось у первого образца очень хорошо, в 2 раза Такое пышненькое стало Пахнет Пахнет тесто, пахнет приятно Здесь тоже оно поднялось, но я не скажу, что в 2 раза Как-то не очень хорошо, может быть дрожжи у них не очень хорошие Пахнет Пахнет лимоном, походу, этими цукатами Здесь тоже тесто очень хорошо поднялось Прямо такое, все в пузырчиках О, а пахнет что-то не очень Пахнет чем-то забродившим таким прям Может, много дрожжей Это тоже, смотри, как хорошо поднялось Блин, столько пузырей Пахнет тоже тестом, дрожжами Ну, так приятно пахнет Сейчас надо тесто обмять И разложить по формочкам У меня вот такие бумажные формочки Диаметр 11 сантиметров Высота 9 сантиметров Смажу руки растительным маслом, чтобы тесто не прилипло Немножечко его обомнем Оно осядет, ничего страшного По идее, должно подняться О! Формочки надо заполнить наполовину Так написано Слушайте, ну, очень удобно, хорошо прям Вот так Это у нас S-пудов Теперь тесто Бейкервилл Блин, оно очень липкое Мне кажется, здесь надо ложкой Все, с этим Бейкервиллем я закончила Теперь тесто от Престон Но оно тоже липкое Сейчас попробуем его руками Если не получится, то тоже ложкой Оно как лизун такое Опа! Ну, все собралось, смотрите, как Ничего не осталось, все отлично Так, все, готово И последнее тесто печем дома Ой, оно очень хорошо поднялось Ну, и оседает оно тоже очень хорошо Слушайте, ну, ровно наполовину вот таких формочек Прям везде одинаково получилось Все, тесто переложила в формочках Везде наполовину, как указано Здесь такая прям увесистая порция получилась Так, здесь тоже, видите, да? Наполовину Здесь покажу, как получилось И здесь Теперь по инструкции, как указал производитель Нужно накрыть полотенцем Еще подержать полчаса Так как у нас честный обзор Давайте делать все по инструкции У каждого производителя это указано Везде по 30 минут Все, накрывай полотенчиком И встречаемся через 30 минут Прошло 40 минут Не все куличи поднялись Как нам бы хотелось Поднялся с пудов Очень хорошо Поднялся Престон Поднялся печем дома В принципе, меня все устраивает Единственное, подкачал Бейкервиль Странно, почему Но он поднялся всего на 10-20% Но немножко поднимается Возможно, что-то в дрожжах дело Но я использовала все по инструкции И дрожжи к нему прилагались Будем печь Так, как есть Прошло 30 минут Куличи готовы Чтобы не подгорел верх Я накрыла фольгой Сейчас уже можем убирать Достаем из духовки Куличи мои испеклись Что могу сказать чисто визуально Бейкервиль меня порадовал Он уже в духовке догнал всех остальных Может быть, это его фишка Мне очень понравилось то, что Престон провалился внутрь Хотя был такой пышный, вы видели А в духовке он провалился Получилась такая впадина Причем дома тоже немножко Не такой большой, как у Престон Но немножко провалился Из пудов ведет себя хорошо Стандартно Какой был, так и остался Зарумянился Дадим им немножко остыть А уже потом тогда буду резать и пробовать Куличи немножко остыли Достала я их из формы Сейчас будем резать и будем пробовать Но для начала хочу подытожить Сколько же получилось по цене Сколько вышел каждый куличик У нас по стоимости Эспудов у нас получился самый дорогой – 98 рублей за одну штуку, Бейкервилль – 81 рубль за одну штуку, Престон получился – 74 рубля за одну штуку и печем дома куличик получился – 54 рубля за одну штуку. Эспудов получается самый дорогой, печем дома получается самый дешевой. Кстати, к слову, если хотите испечь сами кулич, я уже так немножко посчитала, получится у вас гораздо дешевле, всего 40 рублей. Плюс вы можете туда добавить изюм, цукаты, что-то еще на свой взгляд, на свое усмотрение. Поэтому здесь и здесь возни ровно столько же, сколько и с обычным домашним куличом. Поэтому смысла переплачивать, ну, я лично не вижу. Ну что, возьмем первый образец и будем его тестировать органолептически. Разрезаем куличик наш. Опс! Вот такая текстура. Слушайте, он мягкий, влажный, достаточно плотный. Похож по структуре на сдобный хлеб белый. Посмотрите, надо попробовать. У меня небольшой кусочек. Пахнет тоже сдобным хлебом. Слышит сладковатый. Чуть-чуть суховатый. Наверное, будет долго стоять. Честно говоря, я вот не обалдела прямо от вкуса. Но ничего. Ну, на кулич тоже не очень похоже, похоже на хлеб. Следующий бейкервиль. Режу его также пополам. Смотрим, что внутри. Очень мягкий. Цукаты есть. Изюма, кстати, очень много. Это хорошо. Текстура у него влажная. Ломается очень хорошо. И себе кусочек отломаю. Пахнет чем-то немножко кисленьким. И, походу, коркой. Апельсинной коркой. Немножко вот с такой цитрусовой ноткой. Очень-очень рассыпчатый. Прямо разваливается. И изюма много. То есть цукаты есть. Мягкий, влажный. Очень чувствуется изюм. Потому что его много. Чувствуется кислинка и горчинка небольшая от цукатов. Это очень хорошо. И, наверное, даст преимущество перед всеми остальными куличами. Кстати, даже он мне больше напоминает кекс, а не кулич. По вкусу мне нравится. Следующий кулич от Престон. Режу кулич. Посмотрим, что внутри. Он очень воздушный. Но суховат. Очень много пор. Изюма мало, кстати, хочу сказать. Но достаточно он такой пористый. Тесто мягкое очень. Смотрите. Возьму себе кусочек, напробую вот этот. Пробую Престон, но, честно говоря, внешний вид мне его не очень нравится. Но, возможно, он такой будет вкусный. Блин, запах мне тоже его не нравится. Он какой-то... Как будто забродивший. Или какой-то химический. Ну ладно. Мне попался с изюмом. Поэтому немножко сладкий. Но сам по себе вообще не сладкий. И резиновый. Как будто резиновый. Мне не нравится. Ну и последний наш герой. Это печем дома. Разрезаем пополам наш кулич. Ой, он даже мнется. Посмотрите, какой он мягкий. Что внутри? Желтоватый. Очень-очень мягкий. Посмотрите, какой. Вообще его можно вот так вот смять. Изюма мало, конечно. Блин, вообще изюма нету. Но пахнет неплохо. Посмотрите. Текстура у него очень даже приличная. Хорошая. Давайте попробуем. Вот возьму вот этот кусок. Попробую. По запаху вполне себе сдобная булка. Ой, вот пипец он рассыпается. Такой суховатый. Суховатый. Не сильно сладкий. Изюма мало. Но похож на кулич. Да, вкус похож на кулич. Ничего, есть можно. Ну что, давайте подведем итоги. Последнее место, по моему мнению, занимает готовая смесь для кулича фирмы Preston. Не понравилось ни цвет кулича, ни его внешний вид, ни запах, ни вкус. Изюма тоже очень мало. По цене не самый дешевый. Очень много всего нужно. Много возни. И яйца, и молоко, и дрожжи. То есть ничего не добавлено. По сути, это мука и сахар. Плюс еще там добавлена ешка. Ну, вот так что, это последнее место. Я к его покупке не рекомендую. Как думаете, кто следующий на убывание, по моему мнению? С. Пудов. Почему? В принципе, ничего плохого сказать не могу, но и ничего хорошего тоже. Достаточно дорогой. И по вкусу это похоже на хлеб. То есть самого вкуса кулича я не почувствовала. Не добавлено ни изюма, ни цукатов. Поэтому, извините, третье место. Кто же займет второе почетное место? На самом деле, ну, сложный выбор, потому что мне очень понравился вкус бейкервилля. Там и цукаты, и изюма. Причем их было много. Вкус похож на вкус кекса. И текстура. Очень приятно. Он меня порадовал. Печем дома. Печем дома. Мне тоже понравился вкус. Очень похож на кулич. Там есть изюм. И с точки зрения возни, все-таки мы же покупаем готовую смесь для кулича. Мы хотим облегчить и ускорить процесс этого приготовления. Здесь все-таки нужно много тоже всего. И яйца, и сахар, и масло, и молоко. Здесь же все очень достаточно просто. Поэтому первое место я отдам печем дома. И цена у него самая низкая цена. Поэтому цена, качество выигрывает печем дома. Из этого всего следует, что почетное второе место занимает бейкервилль. Ну и первое место печем дома. Ура! Поздравляю, мне понравилось. Ну правда, очень легко все приготовить. Вода, масло, изюм есть. Ну мало изюма, можно еще добавить, если кто-то хочет. Цена. Блин, цена классная. 59 рублей за пачку. Такого хорошего мягкого куличика. Друзья, я рекомендую. В связи с нынешней ситуацией в стране, в связи с самоизоляцией, с тем, что люди теряют работу, нам приходится экономить. И цена каждого товара для нас сейчас очень важна. И поэтому цена, качество и вкус печем дома смесь – это неплохой вариант. Это не реклама, это честный обзор. Кому понравился формат данного видео, пишите комментарии, оставляйте, может быть, что-то вы хотите, чтобы мы какие-то еще продукты протестировали и сделали обзоры. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, кто еще не подписан, нас мало, но мы в тельняшках. Всех люблю, пока-пока! Творожная пасха, крашеные яйца, ну и, конечно же, состав очень даже неплохой, никаких ешек. Затупила. То эти два, то эти два, для меня, конечно, немножко… Ладно, давайте замесю тесто. Замесю. Замешу. Нет, замешаю. Блин, замесю. Как правильно? Замесю. Нет, давай в другое, ладно. Будем выпекать. Вот этот единственный… Ладно, это не надо. Причем дома самый дешевый. Эти два немного одинаково. Последнее мнение… Последнее мнение… Пом Вас неохажем.